Власти Соединённых Штатов Америки должны подготовиться к возможной одновременной войне с Россией и Китаем. К этому в своём докладе призывает Духпартийная комиссия Конгресса по стратегической политике страны. Оборонные стратегии и стратегическое положение Соединённых Штатов должны измениться, чтобы должным образом защитить свои жизненно важные интересы и улучшить стратегическую стабильность в отношениях с Китаем и Россией. Решение необходимо принять сейчас, чтобы нация была готова противостоять угрозам со стороны этих двух ядерных противников, которые наиболее вероятно могут возникнуть в период 2027-2035 годов. Более того, эти угрозы таковы, что Соединённые Штаты, их союзники и партнёры должны быть готовы сдерживать и наносить поражение обоим противникам одновременно. Из доклада Комиссии Конгресса по стратегической позиции США. Улучшить подготовку к параллельной войне с двумя сверхдержавами в отчёте предлагают разными способами. От расширения военных союзов до развертывания большего количества сил и средств в Азии и Европе. Но основной акцент сделан на наращивании ядерного потенциала. Американские аналитики призывают увеличить количество ядерных боеголовок, модернизировать старые, а также произвести больше стелс-бомбардировщиков Б-21 и атомных подводных лодок типа «Колумбия», чем это было запланировано ранее. Вот тут, как по мне, это всё-таки реакция. Это не инициатива Соединённых Штатов. Это именно реакция на слова Путина на том же Валдае, когда он, по сути, дал Думе команду выйти с договора про ядерное сдерживание. На следующий день буквально такой законопроект попал в парламент Российской Федерации. Ну и уже инициировал, по сути, ядерные испытания. Эксперты отмечают, что наращивание ядерного потенциала Соединёнными Штатами будет скорее сдерживающим фактором. Сейчас кажется маловероятным сценарий, при котором какая-то из стран решится нажать на красную кнопку. «Ядерная война, она будет последняя. То есть она будет единственная, уникальная в своём роде. Если кто-то из России нажмёт на кнопку и запустит межконтинентальную баллистическую ракету по Соединённым Штатам, естественно, ответ будет и всё на этом всё закончится. Это не война, это просто уничтожение цивилизации. Поэтому я, например, не вижу театра военных действий, где Соединённые Штаты могут встретиться с Россией». Кроме того, по словам экспертов, в войне на земле с Соединёнными Штатами Российская Федерация совсем не готова, ведь истратила львиную долю своего военного потенциала на агрессию против Украины. Стачивание российских сил об украинскую армию продолжается и по сей день. «Ну смотрите, они не могут взять террикон сейчас в Авдеевке. То есть они сейчас берут террикон, а затем нападают на Соединённые Штаты. То есть я не могу понять, каким образом этот вопрос можно сейчас даже теоретически рассматривать, если Россия не смогла за три дня завоевать Украину, а теперь оказывается то, что сегодня Путин заявлял, что оказывается они пытаются улучшить позицию в некоторых районах, в некоторых участках фронта, о каком противостоянии с Соединёнными Штатами может идти речь». В то же время не стоит сбрасывать со счетов умения России вести гибридные войны. Так, по словам экспертов, Москва может способствовать дестабилизации ситуации с безопасностью в Южной Америке, использовать политическую турбулентность для ослабления военных союзов США, проводить операции под чужим флагом, а также вести активную антизападную пропагандистскую работу в странах глобального юга. Все это понимают и в Вашингтоне. «Конечно же, по своему экономическому, военному потенциалу Китай на три головы выше Российской Федерации, но путинская Россия ведет себя агрессивно. Россия, как по мне, была абсолютно обоснована, поднята вот в этой оборонительной стратегии сдерживания, можно ее назвать, на один уровень с Китаем». Выскопоставленный чиновник, который принимал участие в подготовке доклада комиссии Конгресса США, не стал говорить, зафиксированы ли случаи военного сотрудничества России с Китаем, в частности, по ядерному оружию. Впрочем, по оценкам экспертов, эти государства вряд ли сейчас можно воспринимать как союзников, однако отбрасывать такую возможность в будущем не стоит. Василий Панасюк для телеканала Freedom.